Ладно, разобрались. Значит, второе побуждение – это продолжение родов, продолжение о заботе о семье, дружбе и так далее. То есть некоторые хотят дружить, для них дружба много, значит, для других дружба немного, значит. И это все формирует опять-таки черту характера. И они говорят, это семьянин, а это, допустим, не семьянин, этот вот заботится о своих детях, там, а это, а этот вот, ну, ничего. Дальше. Дальше самое такое, как бы сказать, очевидное, интересное и наглядное. Значит, маленький ребенок, да? Я был маленьким ребенком, вы были маленьким ребенком, да? Вот такой маленький, значит, идет, рот раздавил, на маму с папой смотрят, что они сказали, это для них, ну, закон, да? Так, в два раза больше стали, уже на маму с папой смотрят и говорят, да, что вы тут говорите, да это не так, вот тут не так надо совсем. То есть стремление к лидерству, понимаете? Третье побуждение – это стремление к лидерству. Каждое живое существо стремится стать лидером. Но! Для этого, может быть, там и таланты, и прочее, прочее, прочее. Ну, по крайней мере, он себя пробует. Ну, грубо говоря, ребеночек сначала на родителях, там это самое. Они ему укажут место, или не укажут, или там сверстникам, тоже укажут или не укажут. И человек, в конце концов, попробовал себя в роли лидера, понимает, что, ну, допустим, вы у себя дома, вы лидеры. Пришел кто-то там чужой и пробует у вас там команду. Вот. Неправильно там стол стоит, неправильно там еще что-то там стоит. Вы говорите, да, иди-ка к себе на кухню, там это самое, делаешь, ну, ты там хочешь. Вот. Все. И он уже понимает. То есть на основе этого вытекает побуждение к справедливости. И некоторые люди за эту справедливость, ну, формируются черта характера. То есть один там немножко поборолся, другие, значит, больше борются, как революционеры, или там еще там, ну, разные люди есть, да, насчет этого. Вот. Это тоже черту характера формирует. И смотрите, черта характера, которая проявляется в обществе, она же формирует ваше отношение с обществом. И это может быть, опять-таки, если нормально она сформирована, нормально вы это, ну, как бы сказать, взаимодействуете, вы нормально, ну, говорит, взаимодействуете с обществом, вы его понимаете, вы его принимаете. Это тоже не так-то просто принять, понять общество, да, и становитесь его частицей. А некоторые никак вот не хотят его принять. Они туда... Расскажу свой случай. Я учился в школе. И, значит, со мной училась такая девочка, которая мне нравилась, Лида Костарева. Умница, знаете, вот я в школе плохо учился, но мне неинтересно было. Она там и немецкий знает, и все легко дается, и там где-то там на баяне, там дранчит, и все такое. И сама такая, знаете, приятная. Вот, я думаю, ну, вот кому в жизни как-то, тогда еще, если ты думаешь, повезет, вот она подвинется по жизни, тогда я. Угу. Прошло уже время, уже забыл, вот я уже стал таким лысым и так далее. И они все, так как я учился на тройке, а класс был очень сильный, они все куда-то разъехались, поступили, там что-то там, ну, жизнь. А я остался дома, там, живу, или если все так. Живу, значит, дома, там, тружусь. И только раз, я вижу эту Лиду Костареву. Вижу, как в каком-то, знаете, я просто так вот, знаете, на память у меня более-менее нормальная, я просто узнаю, что это Лида Костарева в виде какого-то там бомжишки. И так я еще, Лида, это ты, а она мне, ну и что, я, ну и что. И мне же интересно узнать, а как дальше сложилась ее жизнь. Вот почему она так вот, с такого старта, оказалась вот в таком состоянии. И значит, что узнаю, она окончилась на два института, потому что это все, знаете, в начале. Ну, сами знаете, столкнусь с реальностью жизни, я не хочу сказать, что где-то там надо что-то там подлезать, там еще что-то сделать, еще. Там можно более-менее стоять и так далее, да? Вот. Она это все отвергла. То есть, вот, вот, а я такая, дайте мне вот что-то такое, сейчас как-то заделу, что-то там такое-такое. А, естественно, все занято. Тут надо по-другому как-то тут проявиться, а не так вот. И, короче, ей дали отворот-поворот, и все. И все на этом. Она опустила лапки, вот это вот, раз не выходит, все, вернулась домой. И сейчас, ну, насколько я понял, устаканиваясь, подлетая дворы, и это как-то ей уже прошло. То есть, вот, нравственные изменения в человеке, это довольно-таки длительный путь, когда человек, столкнувшись с трудностями, да, он их, не хочу сказать, что хочет сломать, как-то там преодолеть, но это все можно там по-другому проявиться, да, и все-таки выйти на свои, как бы сказать, ну, что, что тебе судьбой, что тебе нравится, так же. Либо можно все это отвергнуть, опуститься, ни семьи, ни детей, естественно, да, нифига ничего. Хорошо, что от родителей, возможно, квартира-то осталась. А так, ничего, понимаете? Я уж, возьму свой пример, значит, никто меня, значит, не заставлял писать книги. То есть, я в школе учился вот так вот плохо, да? Ну, русский язык, так, по стопу там, по стопу, все остальное, и мне интересно было биология там, что-то там еще такое, и все, больше там меня особо не интересовало. В математике научился там считать, писать, и думать, ну, что там дальше там делать, по-немецки вообще. Хотя интересно у меня было по-немецки, я помню, слова я запоминал, я прочитал, вот, и потом их надо там что-то пересказать. А я его забыл, я тогда закрывал, оно у меня написано здесь, я буквально его просто прочитал, поэтому. Такое было. То есть, вот, есть области, как сказать, применения своего истинно-человеческого таланта, это ты можешь, грубо говоря, играть там на каком-то музыкальном инструменте, что-то там писать, что-то там сочинять, что-то еще, понимаете, не затрагивая никого. Потому что, кстати, знаете, нефть уже давно разобрали, землю поделили, и все это там такое, попробуй туда влезть, там, такое будет. Вот. И я для себя начал там писать вот это вот, ну, мне интересно, как я там оставался у нас, потому что вначале информации не было. Я, значит, написал, вот, а, сделал там, допустим, клизму, о, ничего, хорошо там-то такое. Потом, о, чистка печени, о, чистка печени, да ты смотри, я как увидел, что там из меня там было, ходило, о-го-го, я как сразу несколько чисток печени сделал, вышла где-то с полулитровой банки различных холестериновых образований, и представляете, как бы сказать, вот некоторые там для того, чтобы по стране там чем-то занимаются, то есть все, а тут жировая прослойка сама раз пришла в ногу, потому что печень это орган, который отвечает за все обмены вещей. раз села, появилось желание, все, знаете, как будто вторая жизнь, как побежал, о-о-о, думаю, и это, это как раз мне было где-то, уже за 30 лет, где-то 31-32, появилось желание там открыть там клуб, рассказать, вот этим опытом поделиться, как это можно, понимаете, без всего вот такого, ну. А ну-то расскажете, как честно. Ну, я же рассказывал вам, рассказывал. Нет, а как был процесс? Да расскажу я вам этот процесс. Я ничего не утал, вы знаете... Холестерин, как это вышел у вас холестерин, вот этот момент? Это не холестерин, а холестериновое... Холестериновое и березнильный, естественно, там билирубин, и холестериновое образование такие. Ну, холестерин в печени там... Они же легкие такие были? Да, в печени там... Знаете, вот когда кровь, она в печени, самая большая температура тела, которая разлагает кровь, которая старая, на состальные части. Значит, на часть железную и часть, допустим, белков. Вот, это как жировая, мы говорим, да? И потом может это все использоваться, а может нет. Может, значит, выводить. Ну, получается, и желчь, думаю, из этого. И вот, если желчь эта застаивается, она, понимаете, из... Вот как холодец. Она пока горячий, этот студий, он такой же египет. А потом он застывает, застывает, застывает. И чем больше у нас стоит, чем меньше вот здесь вот движений, да? Чем вот этот камень становится тверже. А тут вы вызываете повышенный, значит, выброс желчи этой. И все это, знаете, как полноводие в реке. Хоп! Все промыло. Вы только видите, что из вас выходит, думаю, ох, нифига себе, что из себя повыходило. И самочувствие. Сначала тяжело, первое, чистая, значит, очень тяжело чувствуешь. Много сил отдерживаешь. А потом легко, вот, следующее делаешь. И потом вообще, говорю, скачешь, как это, суставы движутся, все это до такого, ну, просто, просто, это, где-то это состояние, например, на месяц длится. Что носишься, знаете, никакой тренировки не надо. Ни одышки, ничего. Вот. Значит, будем говорить, к чему вот эту тему закончить. То есть, никто, вот, допустим, меня не заставлял, чтобы я там в центрах занимался оздоровлением или еще. Я написал ему денежку сначала, маршру, вот. Клуб поделился там в газете тем, что вот существуют такие-таки-то вот знания, можно, значит, оздоравливаться. И как раз пошли люди, я тогда-то помоложе был, они пошли примерно там моего возраста, чуть там поменьше, от 40 лет до 70. Стали приходить люди, и знаете, какие в основном шли люди? Которым была назначена операция по удалению желчного пузыря. И более того, ее нельзя было провести, потому что якобы человек не выдержит. То есть, пришел денок, ветеран Отечественной войны, там, женщина еще там пришла и так далее, которые сказали, да, там где-то месяц-одан там проживешь, и все, и больше тебя не будет. Я рассказал, все, что, как чистить, подготовить, это-это-это-это-это-это-это. Они почистила, это вот, что, сказали, два месяца там осталось. Да, да, совсем летал, она, ну, примерно лет пять назад ко мне заходила. А это было когда-то, это было 1986-1988 год. Ну вот, приходила ко мне то-се, там, что она спрашивала. А дедок тот после чистки, значит, начал зажимать там, кто помоложе к нам ходил. Вот такое вот было, раз только за Сталина. Пошло на осторожнение. Вот. Пришла еще одна женщина, я называл, наша Лиля, вот помню, Лиля Ивановна. Наша звезда, она такая полная женщина была. Ну, чувствуется фигуристая такая, знаете, это. Ну, заполнила. И у нее на ухе, знаете, такой интересный вырос был. Вот как рожок торчит, вот здесь вот этот самый. И она говорит, что это такое-то? Я говорю, не просто вот так торчал, и у кого-то, как имел вот так, знаете, вот, еще разветвление. Что это такое, Петрович? Я говорю, ну что, Лиля Ивановна, давай чистотел применим, применим чистотел, попробуем чистотел, трава, значит, берется сначала чайная ложечка на 2 литра воды, потом немножечко увеличится, и делаем цикл клизм. Сначала 7 сделали. Что делает чистотел? Чистотел он сушит и отрывает. Вот. Я говорю, это, скорее всего, там в толстом кишке у тебя полит. Значит, она сделала один цикл, сделала, говорит, второй цикл, и на третий там, когда увеличилась, у нее только хоп, рожок этот отпал. Говорит, а с меня вышел, как кусок куриного, знаете, пупка, мяса. То есть вывалился вот этот полит. Без всяких операций, вышел, все, ушки чистые стали, ой, она там во все это дело поверила, она так занялась, так похорошела, так. Вот. Ну, будем говорить, будем говорить, и вначале, ну, вот те, которые хотели, получили эффект, получили все это, они, как бы сказать, и хотели, чтобы что-то было написано мной, и я не вернулся, писал, да, сделал там брошюрку, вот. Потом, значит, побольше, я ее расширил, эту книжечку, и когда стали ее печатать, вот, представляете, те люди, которые вообще в этом деле не знали, не разбираются, да, кто ее там будет читать, кто там тара-та-та-та-та-та, будет читать. Какому-то врачу показали, а вот, интересно, тоже они не слышали об этом, хотя это, вот когда говорят, что это моя методика, мои знания, я говорю, нет, это общечеловеческое знание, которое я постарался проверить, понять, залез в ту же медицинскую энциклопедию и посмотреть что такое печенье как она устроена а безопасно ли чистить потому что говорят да вы чего у вас проходят грубо говоря ну выходят вот такие камушки вот такие они даже такого цвета бывают такие камушки а проходит там там 2-4 миллиметра там все у вас застрянет ну чего в операцию делать и ни в коем случае нельзя я беру медицинскую энциклопедию читаю ну все можете зайти и почитать значит желчные протоки могут расширяться до 2 сантиметров в диаметре и давление желчи создаваться до одной атмосферы и если мы все эти условия выполняем кладем грелку на правый бочок разогреваем спокойненько себя чувствую вот у нас происходит это расслабление расширение мощный желчеводный эффект это все выскакивает из желчных проток и это самое желчное пузыря кстати интересно а из желчных проток знаете они отбывают как бы сказать но если вы числили знаете да а только меня читать но так как я численно если это видел знаю это значит выходят а не знаете вот эти белирубин они зеленые как изумруды такие вот и даже когда как протоки в печени они прямо форму протока умеют ну такая знаете маленькая веточка вышла там а те которые в желчном пузыре они такие грязные бывают какие-то бурые еще там такие вплоть до такого голубиного яйца у меня дальше я расширил еще эту мину мне прислал молодой парень по молодой парень он прислал фотографию в которой он говорит я прочитал мне там допустим еще и 20 лет нету чистку печени думаю я молодой что там делать ну да ладно буду сделано когда он сделал когда я увидел он их разложил сантиметровую лейку лейку положил какие камни вышли там вот такие вот как я увидел что из меня вышло а что из пожилых людей может выйти вот говорю ну все это можно растворить можно все это сделать вот то есть наглядность это сразу действует не то что там рассказал а когда наглядно сделал вот значит я описать описал некоторым это было не ну они там прочитали это какая-то ерунда это как раз вот в начале это где-то тысяча девятьсот девяносто девяносто первые это где-то вот вот врачи тоже они даже это чистка вообще не моя она давным-давно известно с помощью лимонного сока чистка и олюхового масла олюхового масла можно подсолнечным заменить можно горчичным заменить отчищены еще говорят о чудесных вот было там все описано ну они ее не знают потому что это это ерунда но зато те люди которые почистились которые вот это всех начало чистка они начали чиститься этими самыми подъездами домами чистились то есть то что было описано тоже у них получалось и вот эти книги только раз с ростовской области кто-то меня знает потихонечку воронеж с воронежа потихонечку в петербург в петербурге там а глянули что это дело идет начали печатать и потом только-только хуп знаете как вот как как пожар только по всей стране только бум что издательство оно только на моих книгах выпустит и сидит ага продали ворону следующий ворону с колес уходило естественно вот я и не думал что и получились вот какие-то средства для того для жизни уже построил дом могу показать и так далее то есть совсем по-другому жизнь а сначала я не думал что вот что-то там получится так также мало или до кострова пускай свое дело что-то делала как-то реализовалась чтоб ей было самой интересно и комфортно жить вот почему как бы сказать долгий такой разговор то есть чтоб человек сам был доволен да у меня там столько-то я и вот это имею но я доволен а не то что там столько-то денег вот говоря а боюсь там их потерять а другой там не хватает ладно это не тот разговор значит разобрали побуждение к справедливости да за справедливость значит есть много людей которые по жизни вот ему что-то там сказали даже на какого-то другого вот рядом присутствует да а вроде как он посчитал что-то там оскорбила или еще что-то там такое да и он тут готов драться с мертвым боем есть такие знают да вот тоже черта характер который может привести даже в тюрьму и поставить то есть здесь как бы сказать и здоровье и судьба связаны вместе вот они идут в сознание дальше рада пойдем значит следующая черта характера это значит справедливости это можно на этом и закончить это творчество есть люди которые вот что-то они там делают рисуют там увлекаются чем-то коллекционируют еще им даже и на сами знаете им ничего не надо ни семья не нужна ни какие-то еще увлечения ни дети ну не забота они вот в своем то что-то ушли тоже формируют черту характера которая ну не совсем хорошая вот эти оказывается все черты характера они даже знаете так как гладенький камушек быть чтобы он там катился там по жизни нормально потому что если какая-то черта характера чрезмерно выражена она вот так вот будет этот камушек скакать то есть создалась какая-то ситуация ну допустим опять так если взять любую чрезмерно деньгами я не знаю как там у вас было в свое время когда меняли полтинники цыган там повесился из-за того что он не смог поменять этот полтинник не успел понимать и чё 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 из-за этого там менять ну вот это вот его движет понимаете вот эти черты характер и побуждение они настолько руководят человеком что ведут вот такие вещи к чему я все это еще рассказываю рассказываю к тому опять таки чтобы даже не хочу сказать что вы это помнили а в первую очередь я это делал для себя чтобы я понял кто я такой что мы движут почему в жизни случаются те или иные ситуации на которые я больно реагирую почему это больно реагирует и дальше смотрите есть такое понятие психосоматические заболевания психо душа сома тела что происходит я немножко это коснулся начинается волнение ну грубо говоря вас просто могут там оскорбить оскорбили а вы думаете ну можно конечно оскорбиться там да а можно сказать а чё я на тебя реагирую я никакого там повода ну допустим там в том же метро не давала там на ногу наступил или еще там что-то ну всякая ситуация будет я не давала вот никакого повода ничего не говорила ни это да 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 а чё я тогда буду глупить да пускай ты сам глупишь отвернулся да и все и на этом все это закончилось и улеглось понимаете а другой же нет же вот он раз опять таки что происходит сразу у него это жар это идет возбуждение вот смотрите дальше идет гнев на основе этого гнев это сразу у нас энергетика усиливается у нас усиливается температура в печени температура печени она самая большая и именно оно заведут гневом из-за этого того чтобы повышенность температура печени у нас больше разлагается крови на вот эту на желчу потому что температура там 40 градусов а у нас она стала 41 этого достаточно чтобы у нас процентов на 10 на 20 разложилось больше крови чем надо образовались желчные шлаки эти желчные шлаки еще раздражают наши рецепторы которые расположены и мы вообще начинаем злиться и не понимаем этих истоков начинаем злиться а это злость приводит к тому знаете еще что такое злость это когда человек когда он злится он ну он будет на чем-то сосредоточен а вот это сосредоточение есть не что иное особенно знаете не столько даже злость будет а как переживание утраты тоска и так далее это есть не что иное он сосредотачивается на себе и формирует негативную энергию внутри себя в виде какого-то сгустка сгустка этот сгусток стоит где он тут может стоять там так далее и че он там делает уже ткани которые нормально снабжаются кровью там питательными веществами сгустка отторвана и на основе этого значит что возникает возникает может возникнуть язва может возникнуть еще какое-то повреждение но вот что касается сахарного диабета у детей они как только видят что родители между собой взорвались как так плохо живут да у них мелоды они начинают вот тосковать и сосредотачиваться невольно на себе центр тела это у нас вот здесь вот здесь у нас продолжена поджелудочная железа вот эти и поджелудочная железа как правило страдает и возникает сахарный диабет первого типа конечно не у всех детей будут но вот одна из таких важных причин вот пожалуйста с разгландоточился здесь вот этот желчный значит это и жел жгустеет потому что вот смотрите как от чего может нормальная среда загустеть возьмем с вами энергетику вы можете сравнить с магнитным полем то есть у нас и вы знаете у нас оно и есть магнитное поле так все это тут циркулируется в нашем магнитное поле когда человек эмоционально что-то начинает переживать сосредотачивается или еще там вот это вот это магнитное поле из-за мыслей оно делается где-то более плотной века и раз оно стало более плотное оно как магнитное поле отбилки железной собирает в себе так точно вот эти различные вещества которые у нас по-нормальному были в той же желчи или еще они начинают у нас комковаться кучковаться и получается вот такие образования сначала полутвердые потом твердые кстати а вот особенно от страха страдают почки и вот там вот как раз от страха и формируются вот эти вот камушки камушки поэтому вот смотрите знаете дальше я на себе как стал определять вот как работать их черт характера и как с ними работать вот я допустим сижу да ну там какой-то человек там особенно близкий раздражает ужасно вот наши значит близкие что-то там там ну что-то там сделать или еще там такое и ты чувствуешь сначала недовольство ну ты недовольство вот недовольство которое потихонечку дальше может перерастать в раздражение потом уже ты там что-нибудь можешь резко там сказать там дать подзатыльник или тебе дадут подзатыльник смотря от возраста вот уже это это негативная реакция запущена и если мы будем дальше вот так вот эмоционировать значит жди это что станешь хроническим гипертоником либо значит к чему-то к такому придет типа там язвы или еще что-то такое как с этим бороться я думаю а почему это меня волнует кстати я вот такую вещь вам скажу я написал когда написал книги я жил ну там на краю города там домик такой небольшой и сразу как-то это ко мне пошел народ вот как на консультации на то на сё а мне просто интересно больше было там писать нежели там ну короче дом превратился в проходной двор и у меня возникло знаете такое как бы сказать как знаете вот отторжение к людям вот идут вот так вся вот это и настолько это повлияло на меня негативно что я как знаете как в тумане потом опомнился я ж вроде и для себя написал и для людей написал а почему ж я так вот реагирую на это что то есть человек знаете вот может просто напросто сгореть или еще что-то из-за этого всего ну так нельзя же а как надо как надо вот по-другому значит относиться относиться к любой ситуации вот сейчас я уже так вот как к своего рода уроку который хочет чему-то вас научить показать он может быть очень там жестокий там с болью без болью с потерями без потерь вот но тем не менее он чему-то вас учит и если вы вот я стал относиться к этому как к уроку как к уроку я совсем по-другому потому что дальше свой опыт я расскажу как только пошли вот эти книги огромными тиражами это огромные деньги значит начались вокруг всего этого это как раз 90-е годы такие движения нехорошие короче мой издатель умудрился эти книги у меня отобрать из-за того что в договоре был там один пункт значит пункт этот примерно так мне объяснили этот пункт для того что если мы будем их переводить и там где-то это то вот такой он должен быть ну хорошо переводить а потом они использовались из-за того что те компании которые открылись от издательства издательство привезло деньги там допустим журнал чайная компания они прогорели и плюс он еще снял там знаете целый этот целый этаж какого-то института в том там небольшом и там в дубике сидел а это что-то размахнулось и все это дело прогорело книги продаются а мне ничего не никакими значит гонораров нет вот поговорить поговорили так всякого там